Приветствую вас, Екатерина, я бы вам задал бы такой вопрос, в первую очередь, да, вы чего хотите-то вообще глобально в этой ситуации, чего вы хотите, именно, повторюсь, глобально, потому что, ну, есть у меня вот подозрение, да, такое, что вам чего-то не хватает, вы увидели для себя возможность это получить, вцепились в эту возможность, вы теперь не можете отпустить, потому что у вас, ну, условно говоря, есть ощущение, что вы можете эту возможность удовлетворить, эту потребность удовлетворить, вот. Если это правда, если это так, то с этим нужно работать. Что касается мужчины, то по ощущениям у меня, вот, по моим впечатлениям, которые я, ну, которые я смог отследить от вашего текста, все выглядит так, как будто человек, будучи в определенном настроении, решил с вами, как бы, ну, вступить в контакт, вот, вот, будучи в определенном настроении, он с вами в этот контакт вступил, и он с вами в этом контакте провел какое-то время, вот. После чего его настроение прошло, вот, это не связано никак с вами напрямую или косвенно, это просто вот у него настроение такое было. Настроение у него прошло, вот, и, значит, необходимость в общении с вами прошла, и всё. Так это выглядит, выглядит, для меня, по крайней мере, по крайней мере. И, когда вы напоминаете о себе, то у человека вновь всплывает какие-то, ну, какой-то отголосок этого настроения, вероятнее всего-всего. Ну, ну, недостаточно, то есть, всё-таки, отголосок настроения, да, одно, а какие-то такие более глобальные цели, да, более глобальные, сделают немножко другое, и, на мой взгляд, это то, чем он занимается. Что стоит за вашим, ну, вот, чтением форумов, за вашей попыткой манипулировать ситуацией, да, и так далее. Что стоит за вашей попыткой понять эту ситуацию, понять его, его. С моей точки зрения, вы боитесь, что можете кому-то не понравиться. С моей точки зрения, вас мучает то, что вы могли не понравиться ему, то есть, неуверенность в себе. То есть, ну, проблема с оценкой, самооценкой. Вот. Ну, так это выглядит, что-то выглядит, по крайней мере, понимаете. Вот. И, Екатерина, у того, что вы себя накручиваете, есть тоже-тоже-тоже свои основания. Вот. То есть, вы не просто так это делаете, вы не просто так себя, там, условно говоря, накручиваете, за этим что-то стоит. Вот. За этим может стоять потребность в любви, за этим может стоять потребность на кого-то опереться. За это может стоять потребность в чем-то еще. Понимаете? Ну, факт, что случайный человек из детства, ну, вы пишите, пишите, что друг из детства, конечно. Но, тем не менее, какое-то время долго вы не общались, вот он появляется и, получается, выбивает вас из колеи. Да, тем, 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 что он высказывает вам симпатию. Вот. И, ну, просто подумайте, это не кажется вам самой несколько, ну, специфично? Вот. То есть, вы, по факту, не знаете, там, практически человека, да? Вы, по факту, там, не имели с ним, а, в какое-то время контакта вообще. Вот. Он появляется и вы уже, а, хотите, хотите ему, там, понравиться, ну, грубо говоря, да? Приживаете по поводу того, что не понравилось ему на свидание и всякое такое. Вот. То есть, это больше, вот, всё-таки, про какую-то вашу историю. Вот. Это больше про какую-то вашу историю, которая, ну, напрямую не связана. Совсем. Не. Вот именно с ним. Напрямую не связана. Вот. Это больше, как мне кажется, история про вас, это больше, как мне кажется, история про, ну, про ваши конфликты, про ваши переживания. Вот. Ну, например, это история про вашу невдовлетворенность. Эта история про ваши, может быть, страхи. Эта история про ваши какие-то, ну, может быть, переживания, да? вот и так далее, и как бы вот, на что вам нужно своё внимание в первую очередь обратить, да, вот, а не на то, что вы обращаете внимание сейчас, то есть сейчас вы обращаете внимание на него, вот, и пытаетесь понять его, ну, никогда ничего хорошего из этого не получалось, вот, к сожалению. Поэтому вот это то, что я могу вам ответить. Ну и в целом считаю, что вы, знаете как, что вы, может быть, немножко такой мнительный, тревожный человек, да, которому, которому, вероятно не очень комфортно, ну, наедине с собой, да, который тянется к людям по той или или иной причине, пытается тянуться к людям по той или или иной причине, и вполне вероятно, что мужчина просто, ну, дал вам, условно говоря, зеленый свет, вот, и благодаря ему вы, там, почувствовали, вот, что называется, вкус крови, да, ну, вот, я, так, метафорично обращаюсь, конечно, конечно, не подумать, не подумать, пожалуйста, ничего плохого, это я метафорично, исключительно метафорично обращаюсь, вот, но, как бы, выглядит и выглядит всё просто вот таким образом, примерно, и, и, как бы, нет ощущения, знаете, вот, нет ощущения, что у вас к человеку, чувства, именно, вот, как бы, ну, на него направлено, да, нет такого ощущения. Есть ощущения, что, там, что вы на себя направлены, и решить хотите какую-то свою проблему, нет, это хорошо, просто, просто, пытаясь решить проблему через человека, и, оказывается, разбитого корыта, потому что, не получается решать проблему, за счет других людей. Ну, в этом всё, я надеюсь, что помог вам обратить внимание, что между, между вами и мужчиной общего, и постарайтесь на этом сделать упор, чтобы перевести ваше общение из такого преимущественно романтичного ключа в дружески. Удачи, удачи вам, всего самого доброго!